В городском поселении Красково патриотическое волонтерское движение существует уже третий год. Основным направлением их деятельности является оказание помощи ветеранам и участие в различных мероприятиях патриотической и военной направленности. Ветераны на данный момент их только вспоминают на 9 мая и нам это не нравится. Мы хотим, чтобы их вспоминали не только на 9 мая, а на разных мероприятиях, на разных праздниках. Поздравили с Новым годом, с днём рождения, чтобы они знали, что они нужны, что мы помним их не только на 9 мая, а всегда. И мы благодарны им. Немаловажным в деятельности волонтеров является уборка памятников и монументов городского поселения Красково, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. Одним из них стал обелиск на месте захоронения летчика Ивана Круглова. По словам активистов, место приходит в запустение по причине удалённости от населённых пунктов. Поэтому мы хотим почаще. Мы сюда приезжаем, стараемся здесь просто посидеть, убраться здесь, потому что так как находится в деревьях, очень много листвы опадает, очень много хвои. И также здесь очень много пыли собирается. А приезжают на этот памятник буквально только к 9 мая. Деятельность Татьяны была определена как проект. И в 2014 году она участвовала в губернаторской премии «Наши Подмосковья». Проект был патриотическое движение, помощь пожилым людям и также участникам Великой Отечественной войны. Мы участвовали в номинации «Доброе сердце» и я выиграла с этим проектом. На данный момент участников волонтёрского движения насчитывается около сотни. Ребята активно привлекают своих единомышленников, независимо от возраста. По их словам, главное в их деле – добровольная воля. Мне нравится делать добро, мне нравится помогать ветеранам и видеть их улыбку, их счастливые лица, радость в глазах. Помимо того, что это является нашим долгом, это должно нам нравиться, как считаю именно я. В ближайшие планы активистов входит уборка и других монументов городского поселения Красково. К 1 сентября ребята уберут памятник воинам Великой Отечественной войны во дворе их родной 59-й школы. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.